МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в морском собрании. Тихоокеанский флот снова лучший на военно-морском флоте России. Моряки-тихоокеанцы дольше всех были в море в 2018 году. Термин «наплаванность» имеет конкретное выражение. 17 тысяч суток корабли Тихоокеанского флота находились в походах. Корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов» завершил глубокую модернизацию на дальзаводе и встал в строй у 33-го причала. Зачем понадобилось переделывать корабль, которому скоро 30 лет? Впервые три морских вуза Владивостока померились с силами в конкурсе на знание военной истории страны в День Героев Отечества и в Институте искусств. Морское происшествие с политическим подтекстом. Суда из Северной Кореи терпят тихое бедствие в Амурском заливе. В первых числах декабря главкомат военно-морского флота России подвел итоги 2018 года и назвал лучших среди кораблей флотилий соединений флотов. Тихоокеанский флот уже второй год подряд удерживает лидирующую позицию. В выходящем году его вновь признали лучшим в военно-морских силах России. Тихоокеанцы в 2018 полностью выполнили все учебно-боевые задачи. А это и участие в крупнейших маневрах «Восток-2018», дальние походы, заходы в порты 10 иностранных государств. К примеру, сейчас, в эти дни, флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг» находится в Индии. В военно-морской командирской отчетности есть такой термин «наплаванность», который обозначает, сколько времени экипаж находился в море. Так вот, в общей сложности все корабли Тихоокеанского флота провели в море 17 тысяч суток. За весь год адмирал Сергей Океанц 14 раз награждал Тихоокеанцев призами по различным видам боевой подготовки. Так, атомный ракетный подводный крейсер «Томск» взял сразу два переходящих приза главкома ВМФ за успешную атаку крылатыми ракетами и торпедами по условному противнику. И еще одно важное событие в конце года на Тихоокеанском флоте. В строй вернулся после длительной глубокой модернизации единственный в составе ВМФ России корабль океанского управления и космической связи маршал Крылов. Пробные испытания обновленного корабля прошли в ходе стратегических учений «Восток-2018». В столичной прессе тогда высказывалась экспертная оценка, что после окончания всех работ маршал Крылов должен стать корабельным пунктом управления Тихоокеанского флота. Но о том, что ремонт Крылова в дальзаводе не просто рутина, а изменение качества корабля в феврале 2018 нам рассказывал его командир. И основное предназначение корабля – это испытание нового вида вооружения, военной техники, запуск космических аппаратов, отслеживание вывода их на орбиту, ведение переговоров с Международной космической станцией. И это основные задачи. И ряд задач, которые идут дополнительно, это поиск и слежение за подводными лодками, поиск обнаружения выдачи целеуказаний по воздушным объектам и также отражение противодиверсионных сил на случай военного времени. Затраты на такую глобальную модернизацию маршала Крылова были во многом вынужденными. Измерительный комплекс, который находится на его борту, успешно обеспечивал связь с Международной космической станцией и другими орбитальными объектами. Но в 2012 году на Тихоокеанском бассейне у маршала Крылова появился «Визави» корабль электронной разведки военно-морских сил США «Говард Лорензе». Вот он в ноябре этого года заходит в порт Якогамы. Два года после спуска на воду американские военные инженеры доводили его до ума, а в 2014 году, когда Лорензе накончательно вступил в строй, и было принято решение не строить новый аналогичный, безумно дорогостоящий корабль, а модернизировать надежного и по-своему легендарного маршала Крылова. Демодернизации его чаще всего использовали для обеспечения связи космонавтов с Центром управления полетами Государственной корпорации «Роскосмос». После обновления корабль будет использоваться в том числе для отслеживания пушков ракет с космодрома «Восточный». У корабля появился новый кормовой антеннный комплекс. Отремонтировали главные и вспомогательные двигатели, штурманское и радиотехническое оборудование. На дальзаводе «Гордиация» выполнены сложнейшие работы. Возможно, что корабль будет передислоцирован на Камчатку, где он в основном и служил до модернизации, но пока он украшает главную морскую набережную Владивостока. 9 декабря в России отмечалась памятная дата «День Героев Отечества». По инициативе Владивостокского морского собрания и руководству морских вузов Владивостока в Дальневосточном институте искусств прошел курсантский конкурс на знание военной истории России. Идея конкурса заключалась в том, чтобы привлечь будущих морских профессионалов к самостоятельному и творческому изучению истории своей страны. И не формально, а с привлечением новых коммуникационных возможностей, интернета, электронных презентаций, музейных и уличных квестов. Соревновались три команды. Макаровцы из Тихоткянского высшего военно-морского училища, варяг из Морского государственного университета имени адмирала Невельского и «Морская душа» из Дальневосточного рыбохозяйственного университета. В таком формате конкурс, безусловно, проводится впервые. Идея эта уже не новая. Мы ее реализуем уже несколько лет. Только реализовывали в разных вариантах. В Тавму Макарова несколько лет. Мы уже сражались с медицинским нашим вузом, сражались с МГУ. А в этом году нам удалось реализовать самую нашу заветную мечту – собрать курсантов именно морских вузов под флагом морского собрания и провести этот конкурс. Почему пришла такая идея? Потому что, как историк, наверное, как гражданин, я считаю, что День героев надо встречать не флешмобами, а тем, чтобы они нам рассказывали про героев, чтобы они читали, знали и пропагандировали. Это самое главное. Тогда у них действительно будет формироваться совсем другое отношение и мировоззрение по отношению к нашему историческому прошлому. Этапов в конкурсе было несколько. Первый – электронная презентация о героическом военно-морском событии. Курсанты МГУ рассказали о военной судьбе моряка Советского Тихоокеанского флота и внука адмирала Невельского. Макаровцы и Дальрептус обратились к синопскому сражению, которое выиграл, не потеряв ни одного корабля, адмирал Нахимов. Квесты пока были предложены как проекты, но курсанты намерены воплотить их в реальность. Они сейчас только демонстрируют, как это все будет проходить, а в последующем этот квест можно будет уже обыграть вживую. Мы представляем команду ТАВМУ имени Степановича Макарова, выступаем с докладом о героях синопского морского сражения. Однако у авторитетного жюри в конце конкурса поле для сравнения работы команд оказалось столь широким, а инициативы будущих мореходов столь творческими, что решение было неожиданным присудить два первых места. Победителями стали команды под названием «Макаровцы и Варяг», а традиция конкурса, безусловно, укрепилась. Северокорейское судно чуть было не потерпело крушение практически в центре Владивостока. Рыбопромысловик под названием «Унбха-1» во время сильных северных ветров в Амурском заливе был сорван с якоря, не смог завести главный двигатель и сманеврировать, и оказался на береговой мели у мыса Кунгасной. Через сутки буксиры сняли его оттуда и вывели снова на глубоководную стоянку. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов тоже. Однако обращает на себя внимание тот факт, что в акватории Амурского залива это судно находится с 24 ноября, уже почти месяц. А в позиции судов службы капитана порта таких бедолаг под флагом КНДР, что находятся в статусе «Ожидание распоряжения», числятся 9 единиц. Все они пришли из северокорейских портов в октябре-ноябре, и только один оформляет отход и еще один на погрузке. У всех северокорейских гостей на рейдовых стоянках имеются свои агенты, однако в морской среде высказывают предположение, что у КНДРовских пароходов на исходе топлива, поэтому они не смогли сманеврировать при шторме, а получить бункеровку они не могут из-за отсутствия возможности перечислить средства. Причем неясно, то ли у судовладельцев нет денег в принципе, или они находятся под международными санкциями. В любом случае, дипломатические ведомства России и КНДР ситуацию знают, и хотя официальных разъяснений не дают, сообщают, что усилия вытащить северокорейские суда и их экипажи из бедственного положения предпринимаются с обеих сторон. Редактор субтитров А.Семкин